Можилиси одобрили создание банка низкообогащенного урана в Казахстане. Депутаты Нижней Палаты Парламента проголосовали за ратификацию соответствующего соглашения с МАГАТЭ. Банк будет располагаться на Ульбинском металлургическом заводе Восточно-Казахстанской области. На хранение нашей стране передадут 90 тонн ядерного топлива, что по меркам самого завода не самая большая партия. Однако народные избранники не сразу согласились с инициативой, выразив озабоченность по поводу безопасности. Но министр энергетики Канад Бузумбаев был убедителен. Не окажет ли отрицательного воздействия и неблагополучного экологического воздействия на обстановку для населения, особенно в Восточно-Казахстанской области, где размещается склад банка низкообогащенного урана? На Ульбинском металлургическом заводе именно из этих материалов делали следующие операции. Вы знаете, реконверсия, затем получение таблеток. То есть у нас в этом плане опыт большой, никаких происшествий за эти годы не было. Тем более здесь операция достаточно простая. Привезти, хранить, увезти. Все. После пленарного заседания в Мажелесе журналисты поинтересовались у министра энергетики, какую выгоду получит Казахстан от размещения на своей территории банка низкообогащенного урана. И вот что он ответил. МАГАТЭ применяет свои самые лучшие стандарты мирового уровня в нашей стране. И на Ульбинском металлургическом заводе будет флаг МАГАТЭ. Затем, когда он будет сотрудничать в последующем со своими потребителями своей продукции, Ульбинский металлургический завод, ему гораздо легче будет договариваться и легче будет делать экспорт, импорт и производство любых компонентов ядерного топлива.